Приветствую всех, кто решил посмотреть этот обзор на нетленную классику фильмов категории B. Проект студии Empire Pictures «Трансеры» или «Полицейские будущего». Одна из картин студии Empire, сделавшей имя как самой киностудии, так и ее создателем. Empire Pictures в конце 80-х. В начале 90-х успешно трансформировалась в кинокомпанию Full Moon и помимо бесконечных фильмов о куклах-убийцах, также штамповала продолжение киноленты «Трансеры». Главный вдохновитель, мозг, режиссер, крестный отец и просто гений фильмов класса B Чарльз Бэнд выжимал из франшизы по максимуму все, что возможно и невозможно. Успех кинолент о «Полицейском» из будущего был стабилен лишь у фанатов самой студии, так как все они уже привыкли к манерам съемок, спецэффектам и в принципе к постоянной команде, работавшей почти над всеми фильмами студии. Но практически в самом начале пути Empire Pictures был первый фильм «Трансеры». В основу фильма лег сценарий, написанный парнями, которые позже создадут кучу сценариев к видеоиграм о Джеймсе Бонде, «Медаль за отвагу» и «Метро». Небольшой экскурс в сюжет. Жил да был супер-пупер-брутальный коп – Джек, по фамилии Дет, что в буквальном переводе, как мы знаем, означало смерть. Внешностью и крутизной что-то среднее между Эшем и Бельмондо. Жил, не тужил. В своем 2247 году ловил и уничтожал трансеров, существ из темной и мрачной секты, человека по имени Мартин Уистлер. Мартин Уистлер – это что-то похожее на телепата, который силой мысли подчиняет слабовольных людей своей воле, превращая их в рабов, зомби-убийц. Да, рабы-зомби-убийцы – это точное определение к фантастике 80-х. Ну так вот, у Джека, полицейского из будущего, была личная жизненная травма. Трансеры Мартина Уистлера убили его жену. И теперь уничтожение каждого из ублюдков приносит частичку успокоения в душе человека по фамилии Смерть. Фильм открывается ночной сценой в придорожном кафе, куда Джек наведывается выпить такого редчайшего в будущем кофе. Кроме него и неряшливого жердяя, в кафе никого не было. На кухне и в качестве официантки суетилась пожилая афроамериканка. В целях безопасности Джек решает проверить жердяя, не трансер ли он случайно, и одевает красиво светящийся браслет-тестер ему на руку. Но мы практически не успеваем насладиться олдскульным свечением браслета. Бабка-официантка превращается в ужасное существо и с воинственным кличем бросается на Джека, в надежде воткнуть ему в голову тесак, как в тыкву. Происходит схватка с нечистью. Жердяй линяет из кафе, оставляя Джека один на один с ужасной тварью. Обварив копок кипятком и воткнув ему в ногу нож, старуха получает заслуженный выстрел из бластера в свою тушку и вскоре распадается на молекулы, оставив после себя на полу лишь обгоревший силуэт с красным свечением. Прибывает полицейский наряд, вызванный жердяем. Здесь же оказывается начальник Джека по фамилии Макналти. Просто Макналти. В кинокартинах на полицейскую тематику всегда есть герой, которого все называют по фамилии. Далее в словесной перепалке Джек вышвыривает полицейский значок, так как он сыт по горло всем этим дерьмом и уезжает. Спустя какое-то время Макналти и пара копов приезжают на побережье океана, к месту, где когда-то стоял Лос-Анджелес, а теперь из воды торчат лишь крыши самых высоких из небоскребов. Здесь они встречают Джека, который занимается тем, что ныряет под воду и вытаскивает на поверхность диковинные вещи, вроде раритетных автомобильных колпаков и уличных указателей. Макналти сообщает Джеку, что его вызывает совет земли. Также он рассказывает ему, что создатель секты Мартин Уистлер жив. На Джека эта новость действует, как красная тряпка на быка. Ябившись в совет, он получает задание отправиться в 1985 год в Лос-Анджелес и доставить в будущее Мартина Уистлера, так как владыка зомби переместил в прошлое свое сознание, в тело своего предка и методично собирается уничтожить предков оставшихся членов совета. Джека отправляют в прошлое, снабдив инструкциями, паролями, местами явок и прочее. Приключения в Лос-Анджелесе 80-х начинаются. В принципе, неплохая завязка, не правда ли? Вот посмотрите и узнаете, чем все окончилось. Благо, хронометраж у картины маленький и события развиваются стремительно. Если бы в киноленте были роботы, то сходство с Терминатором было бы просто ошеломляющим. И стоит учесть, что Терминатор Кэмерона был выпущен всего лишь на месяц раньше премьеры трансеров в Англии. Кинолента Чарльза Бенда на тот момент не являлась дешевым отмывом денег, а была обычным таким мелкобюджетным фантастическим фильмом, с хорошим сюжетом, средней игрой актеров и хоть и малыми, но спецэффектами от Джона Карла Бьюклера. Есть в картине и творческие идеи, вроде момента перемещения во времени, не в физическом плане, а перемещение сознания в другое тело. Не стоит, конечно, ждать визуального праздника в духе футуристических видов, бегущего по лезвию, или масштабных погонь и взрывов посреди Лос-Анджелеса. Нет, вам подадут ровно на ту сумму, которая была заложена в производство картины, а это примерно 400 штук баксов. Возможно, вас не впечатлит кусочек будущего, показанный в самом начале картины. Неоновое освещение во многих кадрах вместе с синтезаторным саундом 80-х оставляют приятное ощущение и как бы постоянно напоминают, что кинолента именно того наивного периода, когда на экранах было засилие героев-одиночек, с набреолениными волосами и легкой небритостью. В киноленте снялись далеко не новички – Тим Томмерсон и Хелен Хант. И если Томмерсон в основном активно снимается в проходных третьесортных фильмах, за исключением пары эпизодов в заметных картинах, то Хелен Хант выстроила вполне приличную кинокарьеру в кинолентах первого эшелона. Ну что можно сказать в итоге о киноленте Трансеры? Классика. Да, дешевая, да, короткая и местами наивнее киножурнала Яролаш, но эта кинолента по определенным причинам входит в различные топы фильмов. Естественно, фанатских хит-парадов. Кинофантастика развлекательного характера, но еще практически без штампов и клише, вроде тупых и веселых помощников главного героя. Забавные моменты присутствуют, но почти все они связаны с социальной адаптацией героя в Лос-Анджелесе 80-х. В общем, хотите увидеть одну из лучших ролей Тима Томмерсона, а также захватить период, когда Чарльз Бэнд еще снимал адекватные киноленты на своей культовой студии, посмотрите Трансеры и окунитесь на час с небольшим в мир сотканной кинокомпанией Empire Pictures. На этом позвольте закончить с этим обзором. Спасибо, что уделили несколько минут. Оставляйте свои комментарии и мнения. Ставьте лайки, не забывайте подписываться. Удачи!